Доброе утро! Меня зовут Марьяна Зборовская. Вы настроились на первый мытищинский, и этот день мы начнем вместе с вами. Надеюсь, вы проснулись не только в хорошем настроении, как я, но и с хорошим самочувствием, как и у меня. Что ж, грядет пора простуд, поэтому предлагаю развеять все мифы и догадки относительно этого не самого приятного явления. Ведь если предупрежден, значит вооружен. Насморк, перышение в горле, бесконечное чихание. Простуда настолько частое заболевание, что только в США ею болеют миллиард раз в год. Вызывается простуда крошечными живыми организмами, называемыми вирусами. Около 200 вирусов могут вызывать простуду. Самым частым возбудителем является риновирус. Он поражает около 10-40% всех заболевших людей. Коронавирус вызывает около 20% случаев, а вирусы парагриппа и РСВ – еще около 10%. Сегодня мы расскажем о шести мифах в лечении и профилактике простуды. Легче всего заболеть простудой в зимний период. На самом деле, все зависит от характеристик вирусов, вызывающих простуду. Например, риновирусы и вирусы парагриппа чаще вызывают вспышки инфекций осенью и поздней весной, в то время как коронавирусы и РСВ вызывают простуды зимой и весной. Заболеваемость аденовирусами не зависит от сезона года. Правда или миф? Миф. Можно простудиться при перепадах температуры, сквозняке, а также если находиться на улице с мокрой головой. Все эти факторы не играют прямой роли при простудных заболеваниях. Заболеет человек или нет, зависит от встречи с вирусом. Основным путем передачи является контактный, а не аэрозольный. Поэтому прямой связи, например, между сквозняками и последующей простудой нет. Правда или миф? Миф. Вы простудитесь, если поцелуетесь с простуженным человеком. Поцелуй не является эффективным способом передачи вирусов простуды. Более 90% людей, заболевших простудой, не имеют определяемых вирусов в слюне. Правда или миф? Миф. Перцовка – средство борьбы с простудой. Данный метод может помочь в том случае, если перцовкой полоскать горло, а не употреблять внутрь. Правда или миф? Миф. Помажьте нос оксалиновой мазью, и вас не возьмет никакая хворь. Оксалиновая мазь – средство с недоказанной эффективностью. Это значит, что не проводилось прямых исследований пациентов, применяющих мазь. Поэтому о ее эффективности можно только догадываться. Правда или миф? 50 на 50. Чесночный амулет. Рандомизированное клиническое исследование, в котором участвовало 146 человек, показало, что частота простуды была ниже в группе людей, которые получали чеснок, по сравнению с группой, получавшей плацебо. 24 против 64. Кроме того, продолжительность заболевания также была ниже у людей, получавших чеснок. Правда или миф? Правда. Но если все-таки с вами приключилась простудная напасть, то прогреться изнутри поможет глинтвейн. Для тех, кто не знает, это горячий напиток на основе красного вина. Хотя иногда он может быть и безалкогольным. Традиционно глинтвейном согревались в странах Европы. А рецепт приготовления вы узнаете уже через секунду. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если в вашем шкафу не оказалось свободной вешалки для брюк и юбок, вы можете взять два канцелярских зажима и в точности повторить конструкцию специализированной вешалки, закрепив зажимами вашу одежду. В таком виде она не помнется. Столовое и ювелирное серебро имеет свойство чернеть и покрываться налетом. Но для того, чтобы очистить изделие, не обязательно обращаться в мастерскую. Нанесите зубную пасту на украшение. Паста должна быть обычная, белая, без примесей. Мягкой зубной щеткой натрите серебро. Оставьте на 5-7 минут. Затем промойте водой. Ваше украшение вновь засияет, как новое. Если ваш шерстяной свитер сильно колется, не нужно терпеть и ждать, когда он смягчится сам. Положите слегка влажный свитер в пластиковый пакет и поместите его в морозилку на 1-2 часа. Затем просушите его и носите с удовольствием. Часто бывает, что целое письмо или большой кусок текста мы набираем на английской раскладке клавиатуры. Чтобы преобразовать эти хаотичные символы в русский текст, введите в адресную строку данный сайт. И вам не придется перепечатывать все заново. Всего доброго и хорошего дня! Тем временем в Эстонии решили поставить интересный эксперимент. И даже ввели новый термин – цифровые кочевники. Звучит это как строки из шпионского фильма. Что за блокбастер запущен там в массы, узнаем через секунду. В Таллине проходит эксперимент, который в итоге может кардинально изменить то, как люди живут и работают. 1 августа власти Эстонии ввели новый вид визы для иностранных работников, которых называют цифровыми кочевниками. Они не привязаны к конкретному месту и много путешествуют. Виза позволяет таким людям работать удаленно на эстонские компании, а также въезжать в Эстонию и работать там сроком до года. «Я управляю всем вдали от дома, вдали от своей команды. Из-за COVID-19 вся моя команда также работает удаленно. Это очень интересный опыт. Он показывает, что цифровые услуги можно предоставлять из любого места». Эстония известна своей развитой интернет-платформой государственных услуг, которые предоставляются по цифровой идентификации. Граждане страны могут в сети голосовать, получать рецепты у врача и многое другое. Почти все услуги перевели в цифровой формат, за исключением регистрации свадеб, разводов и покупки недвижимости. Граждане других стран также получили пользу, поскольку в Эстонии можно получить статус виртуального резидента. Этой возможностью воспользовалось 70 тысяч человек из 170 стран. Благодаря новой цифровой визе Эстония хочет привлечь профессионалов в программировании, финансах, маркетинге и других сферах. «Для того, чтобы поехать и работать в какой-то стране, нужно, чтобы у вас был местный работодатель. Либо же туда нужно отправляться в качестве туриста. Обычно цифровые кочевники поступают именно так. Но на самом деле официально они не могут работать. По сути, они делают это нелегально». Как ожидается, ежегодно на получение такой визы может претендовать до 1800 человек. При этом всех заявителей будут тщательно проверять. Мы с вами сегодня и полетали на симуляторе, и смотрели познавательные ролики. Но, боюсь, забыли перекусить. Ну какое же утро без еды? На всех континентах планеты не обойтись без утренней трапезы, даже в далекой Австралии. Утро подходит к своему завершению, как и наша программа. Но впереди яркий день, и, как говорил Остап Бендер, нас ждут великие дела. Ну а самых маленьких зрителей по традиции ждет мультфильм. С вами была Марьяна Зборовская. Оставайтесь на первом.